Привет! Денис, собственно, владелец автомобиля. Дэн, у меня сразу первый вопрос. Почему ты выбрал именно этот автомобиль? Чем он тебя привлек? Есть целая куча его, скажем так, одноклассников. Автомауди, Курксанг. Ну, вот ты остановился на автопе. Я рассматриваю дипокупки еще не открусь. Одноклассник. Приделась вообще резко, что не искать. Ну, как-то так получилось, что были варианты найдены в Германии. Да, было. В принципе, круглый, там не было. Соответственно, дороги лучше, кажется, вообще. Может, чтобы был недалеко. Вот. Вот. Чёрный. Просто не хотелось открыть. Ну, в общем, немецкая машина, она есть. Она и лапает, и немецкая. Ребята, кто здесь мотор стоит? Так вот здесь, где двигатели, это 4, 5, и вот, кстати, цепи. Соответственно, двигается 100 лучших сил и 8 соток на подручке. Но, я насколько знаю, вы немного поколдовались мотором. Да, и она была типа через два месяца чипована. Мы прошли ее. Многие достал ее чипован, а я. После этого получила только 12-15 ткм. Соответственно, эта педаль перестала пить. А в зобу в городской маневре? В зобу в городской маневре. То есть, в принципе, если говорить о рамках трассы или городских маневров, она стала пободрее? Да, да, да. Ясно. Вот. Очень мне понравился ход по поводу рычага короткой передачи. Очень приятно. Это, наверное, одна из особенностей немцев. Любят они делать короткоходные кулисы. Как раз бездорожье легкое, правда. Что, по крайней мере, позволит нам понять возможности автомобиля. Пусть это и не заезд 4х4, но тем не менее, я думаю, что во многих ярославских дворах можно встретить подобную картину. Денис, слушай-ка, а ты вот ездишь куда-нибудь, ну, на дачу? Если, опять же, вернуться к нашему бездорожью, ну как? Без каких-либо проблем? Слушай, за полтора года отъездил, потому что зима, конечно, не такая снежная была. В принципе, без всяких проблем. Так что ни разу не застрял, ничего. Действительно, это круглосорочная система. Достаточно умненькая. То есть, воспринятие по колесам. Зима была, вот, когда снег падал. То есть, ни разу не застрял. То есть, я с машиной, в принципе, достаточно большой. Тонна 300. Получается, по паспорту. Ну, проблем не испытывал. То есть, конечно, я не буду залезть в леса, в Вологодскую область. Если приходилось телефон наперед, она не делает ничего. Ну, понятно, все-таки, легковушка. А вот если говорить про шумоизоляцию, потому что, в принципе, мне-то сейчас сложно адекватно оценить. Скорость небольшая. Так-то, конечно, улицу не слышно. А вот если по трассе, Денис, что-то? Ну, как-то, шумоизоляция достаточно хорошего уровня. То есть, для ее класса, даже одноклассники, некоторые даже уступают. Ну, единственное, мне не нравится то, что панели бремят. Когда, ну, сильно мусор включаешь. Дают вибрацию. Да, дают вибрацию, но это минус. В принципе, справляется. Цена вопрос 500 рублей. Пару ристушинки поставить. Проклеить? Да. Проблема. Ну, вот мелкие камушки все равно немного слышны, как отдают. Сейчас еще шпован резина у нас. Ну, да, сейчас снимают. То есть, об этом, понятно, дело что. Смотрите, намного глина, намного дольше. Четкий, очень четко прабатывает болевое. Наверное, я бы сказал бы, это путыли практически моментально. И не такой, не волк. И в поворот. Но в поворот и входит хорошо, наверное, из-за того, что подвеска достаточно жесткая. Все-таки это характерно. Здесь еще плюс стабилизация козы, подрывающая задняя балка. Это дополнительная. Кстати, к вопросу о системе стабилизации, пробуксовки и антизаносов. Отлично мне. И он у меня тоже стоит на машине. Но как-то не впечатлила эта система. Потому что порой, когда надо бы дать газу, она начинает затормаживать, придушивать, скажем так, двигатель. Ну, это, видимо, вопрос привычки. Потому что я бы, так бы не ездил, как делает она. Ну, который ты начинал с шестерки «Жигулей». Ну, да. И опыт у тебя большой. Для тех людей, которые сели сразу на «Идомарку», это очень хорошая система. Ну, так же отключается, если тебе не надо. Ну, вот поэтому, да, в какой-то «Снежный Наст» я все-таки предпочитал ее отключать. Ну, «Снежный Наст» я вообще за «Идомарку» не пустишь, пробовал, встает сразу же. Да, 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 тоже экспериментировал. Вот, ну, тем более, в принципе, для автомобиля с небольшими габаритами, я думаю, что есть смысл системы, чтобы не было сноса. И вот, кстати, Денис, хотелось бы поговорить вот о чем. А как ты себя ощущаешь сзади? Ну, сзади достаточно мало места. Это все-таки гольф-класс. Если как бы он все равно рассчитан на двух взрослых пассажиров. Если втроем достаточно будет тесно и неудобно. Ну, с моим ростом по высоте достаточно много хватает. Но если метр девяносто, думаю, места будет мало. Будет тесновато. Ну, это, наверное, один из таких несерьезных минусов, которые можно отнести. Ну, в принципе, да. Гольф-класс, он не подразумевает под собой огромное количество пассажиров на заднем сидении. Слушай-ка, а вот если говорить про движение на автомобиле, про посадку, тебе хватает высоты? Вот, допустим, в наших ярославских реалиях по ямам где-то иногда, может быть, и бордюры приходится преодолевать. Не, ну, клирус у него является 140 миллиметров в общей сложности. Ну, достаточно низкая машина. Конечно, поля по ней не поездишь. В городе, в принципе, хватает. Также здесь достаточно хороший свет по бамперам, так что можно не забраться и в горочку, и в горочку, то есть яму перелезти потихоньку. То есть, ну, по нормальному асфальту можно ездить и даже особо... Да, достаточно. И даже не заморачиваться. Мог бы посоветовать, если кто-то бы тебе обратился, вот, сказал бы, Денис, посоветуй, как мне выбрать хорошую Opel Astra такого же года? На какие вещи, на какие нюансы стоит обратить внимание? Ну, вот, у меня получилось так, что я столкнулся, заказывал ее в Германии. Вот, она шла в другой комплектации. То есть, там ребята у нас немножко хорошо пошалили, вытащили меня в другую магнитолу поставили, вытащили систему разговора по телефону. То есть, просто тупо выдернули и поставили более дешевую. Вот так, в принципе, посмотреть, то есть, если она ездила в Россию, соответственно, надо смотреть снизу. С машинкой низенькая, пороги замять, соответственно, можно. Опять же, пластик здесь, стоимость, если брать оригинал, достаточно дорого. Не оригинал, ну, где-то в пределах, там, 15 тысяч идет бампер. То есть, передний, задний, и, соответственно, бампер полностью весь спереди. То есть, это является общей частью. С решеткой радиатора. Да, то есть, это 15 тысяч будет. По двигателю, то есть, опять же, пробег. То есть, они достаточно хорошо себя ведут. То есть, здесь цепная передача, 350 тысяч взамен. Ушатать, если только реально ушатывать машину. Умышленно. Да, умышленно, то есть, подвеска жесткая. Входит тоже свыше 100 тысяч. У нас в России даже. У нас есть машины, которые по 130 тысяч приходили. Я расписывался с людьми, никаких проблем ничего не имели. А вот по расходке, насколько она доступна? То есть, там, масляный фильтр, воздушный, ремень генератора, там, кондиционера, если он есть, или здесь один? Ну, если, в принципе, сравнить, как я сказал, с Жигулями в 12-й модели, получается разница. Рубль в 10-й. Передний? Да. Ну, задний подешевле, наверное, наоборот. Ну, задний, там, ты 100 рублей, 200, разница. Но они и знают, что он многое меньше. Ну, это понятно. Ну, в принципе, вполне доступная машина, я так понимаю. Тем более, если, опять же, сравнивать с нашим автомобилем, да, когда ты покупаешь запчасти, она ходит, у тебя 2000 километров, да, и ты заново меняешь, то оно на то же и выходит, по большому по счету. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА